И еще, что конкретно я делаю в ТО, это я люблю смазывать тросики. Кстати, да, можно отдельное видео сделать. Для чего это делаю? Потому что они окисляются, они ржавеют. И как бы, ну, время от времени это нужно делать. Для того, чтобы смазывать тросики, я использую такую густую консистентную смазку. На самом деле, чем угодно практически можно смазывать силиконом, что-то еще. Вот смотрите, как я смазываю тросик. Я беру, кстати, ну, в моем случае, так как колеса уже нет, это легче сделать на снятом переключателе. Если у вас колесо, вы щелкаете переключатель наверх, я извиняюсь, его рукой отводите наверх, прокручиваете. Вот, из пазов вынимаете, ну, вот вынули. Вот, у нас уже эта рубашка ходит и вот эта. Бывает еще третья рубашка, это уже индивидуальный случай. И берем и смазываем его. Я бы сказал, трос заднего переключателя, это штука, это вещь, которая должна смазываться в первую очередь. Она самая нежная, самая такая, я бы сказал, ранимая, самая подверженная, самая изнашиваемая, самая подверженная коррозии. То есть все остальные уже не в такой степени требуют смазки. Честно, переднего переключателя можно даже не смазать. Там очень сильная пружина, она и так всегда будет работать. Трос-тормоз, допустим, смазывается аналогичным образом. То есть мы достали из пазов его вот здесь, достали вот здесь, достали вот здесь. То есть задача долезть до самого оголенного участка троса. Можно смазать его, насколько это возможно. То есть это делаем в основном с задним. С передним мы уже так не сделаем, надо полностью трос вынимать. Но опять же, на тросе переднего тормоза трос короткий, как правило, даже если он не смазанный, это не слишком критически сказывается на его работе. А вот задний имеет место подбуксовывать, подклинивать. Ну вот так вот. Так что если он смазанный, будет работать Вася в огнях. Аналогичным образом собираем все обратно.